Вот возить в страну продукты из-за границы следует с осторожностью, чтобы не иметь проблем на таможне. Об этом сегодня напомнили в Россельхознадзоре. Список карантинных микроорганизмов и сорняков с прошлого года увеличился в два раза. По новым правилам взять с собой с отдыха можно не более 5 килограммов фруктов и овощей на одного человека. Это, конечно, не мало, однако на таможне продукцию могут забрать на анализы и изъять, если найдут карантинных микроорганизмов. Закон также допускает провоз двух букетов на человека. Размер букетов ненормирован, цветы в горшках должны быть строго без земли, главного источника вредителя. Не имея естественных врагов в природе и привнесённых в нашу среду, он может достаточно большой ущерб принести и к сельскому хозяйству, так и просто гражданам, которые у себя на приуслодимых участках что-то там выращивают. Наша золотистая картофельная нематода, которая с Европы попала, достаточно широко распространилась, которая приводит к потере урожая картофеля почти 100%. Что касается молочной и мясной продукции из других стран, то их тоже можно провозить в багаже или ручной кладе не более 5 килограммов на человека. Но на продуктах обязательно должна быть заводская маркировка. Колбасу и сыр, не соответствующие правилам ВОЗа, у владельца заберут, утилизируют за его счёт, а если он пытался вскрыть деликатесы, то ещё и штраф выпишут.